Миллион чашек кофе Заинтересовать сегодня экспертов в благотворительной сфере, завтра потенциальных благотворителей в гарантии решили мультфильмом. За две минуты он рассказывает о с давних пор традиционной для северов взаимопомощи и сути нового для наших широт, да и для всей страны проекта «Миллион чашек кофе». Каждый раз, когда в Архангельск приезжаю, я каждый раз уезжаю с кучей разных интересных идей, сюжетов и знакомств. И мне кажется, такого другого города в России нет, куда именно вот почему-то за вдохновением и за творческими интересными штуками приезжаю. Суть акции «Миллион чашек кофе» проста. Каждый, кто покупает кофе в заведениях компании «Проекты для друзей», помогает тяжело больным детям. Два рубля с каждой чашки перечисляют в фонд благотворительной программы «От сердца к сердцу». Архангельский опыт для нас очень ценен, к нам на Сахалин привезти, у нас же адаптировать, чтобы было полезно не только нам, но и тем, для кого мы все это делаем. «Миллион чашек кофе» – это совершенно новый способ помочь тяжело больным детям. С 2008 года и до сегодняшнего дня программа «От сердца к сердцу» ограничивалась лишь платными СМС и денежными переводами. Творить благо стало проще благодаря компании «Проекты для друзей». Акции «Миллион чашек кофе» действуют во всех заведениях сети «Архангельска» и «Северодвинска». Южин-кафе «Терраса», кафе «Блинное для друзей», пицца для друзей, аэропорт и кафе-клубе «Метро». Работа в компании «Газпромнефть» есть большой опыт как раз взаимодействия бизнеса и МКО с точки зрения реализации социальных проектов. Как раз устраивание такого долгосрочного стратегического сотрудничества. Хотел бы послушать последние практики, какие-то интересные идеи, которые есть. В рамках презентации нового проекта «Гаранта» гости вечера поделились своим опытом, новыми инициативами и обсудили возможное сотрудничество. Наш фонд, фонд КАФ, координирует уже второй год в этом году инициативу «Щедрый вторник», направленную на развитие благотворительности по всей стране. И мы бы очень хотели более активного участия со стороны организаций Архангельска, других регионов, которые здесь присутствуют. Поэтому будем отдельно приглашать, рассказывать, как принять участие в этом году. Обмен опытом продолжился на конференции «Благотворительность провинциальной России». Для некоммерческих организаций это возможность наладить контакты с бизнесом и пополнить ряды добровольцев. Выступали только практики. Евгений Горькаев, основатель «Душевного базара», не только поделился идеями, но и предложил регионам присоединиться к уже запущенным проектам. Самая крупная благотворительная ярмарка «Душевный базар», которая ежегодно проходит в Москве. И уже в третий раз она будет у нас иметь масштаб всероссийской в онлайн-формате. Поэтому смогут принять участие не только организации, которые находятся в Москве и рядом с Москвой, но и любая организация из любого российского региона. Еще один гость конференции в Архангельске – благотворительный фонд Владимира Потанина. Деятельность этой организации охватывает всю Россию. Свои проекты благотворители внедряют и в Архангельской глубинке. Мы сталкиваемся с тем, что очень успешные проекты из очень дальних регионов внутри Архангельской области. Например, мы поддерживали в прошлом году очень интересный проект, связанный с историческими мельницами в Кимжи. Далеко сложно добраться, а смогли привлечь международных партнеров, голландских, и проект имел международное значение. Главными темами Архангельской конференции стали взаимодействие с бизнесом и новые технологии сбора средств на благотворительные программы. А главным итогом – решение запускать совместные проекты и встретиться вновь.